ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ещё всем привет, я Оля. Это Денис. Это наш видеоблог. И называется он Now is Good. Сейчас самое время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помимо того, что ты путешествуешь и смотришь всю Прагу, ещё круто, что люди улыбаются, ты делаешь им приятно. Наверное, самое-самое классное в этой работе. Я выходил на улицу, было лето, солнце, жара. Лето, солнце, жара. А сейчас на улице 5 градусов, и ещё пошёл ливень. И просто очень холодно. Я одет почти по погоде, просто не хватает зимней куртки. И всё. Оля мне прислала в директ скриншот её знакомой. Я встретилась с Ларином. Я не знаю, смотрите вы Ларина на ютубе или нет. И я узнал, что Ларин в Праге. Я нашёл его какого-то менеджера, с которым нужно контактировать, чтобы встретиться. Мы пообщались, он говорит, что у них есть программа. В инстаграме я видел, что они спрашивают, посоветуйте, что посмотреть в Праге, бла-бла-бла. Но я написал ещё раз, что могу показать кое-что в Праге. Может быть, встретимся с Ларином. Посмотрите, какой район уютный. Очень-очень далеко, без своей машины здесь делать нечего, в смысле жить. Это похоже на мини-луганский цирк. Луганчане поймут. А вот это, кстати, не вокзал и ничего подобного, просто обычная остановка для трамваев. И у них есть на это время, и деньги, и желания. И людям разрешают такое строить. Ребята, познакомьтесь. Станислав. Здоровенько. Ехал в трамвае, просто смотрю знакомое лицо, к которому я только что писал ВКонтакте. Вот такая Прага. А ты в роли оператора Ларина? Ну, знаешь, ты фотограф, я понимаю, или просто помогаешь ему? Я первый решил ехать в Прагу с женой. Ему решил предложить съездить, и вот решили кататься. Мы возле стены Ленана, показывая ребятам основные достопримечательности. Короче, прогулялся со Станиславом и его девушкой. Сильно не хотел их напрягать. Много не снимал, ну и, конечно же, камера села как по-другому. Просто снял кусочек, поговорил с ними, пообщался. Мы выпили вина, когда я ехал уже в трамвае домой. Мне ВКонтакте написал Ларин. Йоу. Я ему предложил много всяких вариантов. Ну, у нас сейчас погода испортилась, это очень плохо. На связь мы с Лариной вышли, посмотрим, что из этого получится. Малыш, пока. Ларин, передай привет Ларине. Ага. Давай на трамвай. Короче, я договорился встретиться с Димой. Я могу здесь найти. Ну, а что? Меня? Три, как раз. Три. Я всегда сам считал, что лучше попробовать и жалеть, чем не попробовать и пожалеть об этом. Но вчера что-то меня останавливало. Дима, в принципе, был не против, когда я доставал камеру что-то снимать. Мне было интересно пообщаться с человеком и узнать его. Поэтому я откладывал все это на потом. Я ему говорю, блин, хотел поснимать, и вы ничего не поснимали. Он говорит, да ладно, завтра пойдем снимать, и поснимай что-то. И я так понадеялся, думаю, ну здорово, да. Но потом, когда мы уже разошлись, у меня было в мыслях, что, наверное, мы уже не встретимся. Это такой 50 на 50. Ну, так, в принципе, и произошло. Дима сейчас пишет, что он устал. И у него есть еще дела, нужно поснимать для заказчика. Это у меня осталось всего лишь парочку видео, которые я снял с Лариным. Я как он смотрел наш влог, ему вроде бы понравилось. Свет спрашивал, как я монтировал некоторые моменты. Ему понравилась обработка. Подсказал ему кое-что в новой программе, потому что он купил себе новый компьютер и осваивает Final Cut, в котором я все время монтирую. Ну, вот так прошло наше знакомство с Лариным. Я рад, что познакомился с этим чуваком. Йоу, Ларин. Вам мне особо показать нечего. Если вы хотите смотреть Ларина, вы знаете, где его канал. Заходите и смотрите Ларина. Как жаль, что нельзя на видео передать запахи. Иду просто по улице. Здесь пахнет трендельником. Это такая булочка с сахаром. Вареным вином пахнет. В некоторых ресторанчиках едой пахнет. Классно будет, когда придумают запахи, передавать как-то на видео. Представьте, будет стать какая-то штука. Нужно будет докупать за хуйню тучу денег. И она будет, наверное, испускать запахи. И вы будете чувствовать это. Вот это будет круто, конечно. А как их записывать? Вот это, конечно, уже что-то... Блин. Наверное, такое никогда не придумают. Но надо будет очень сильно наградить человека, который придумает это. Записывать видео получается только, когда людей либо нет, либо их очень много. Просто задумайтесь над тем, что влогеры, которые пишут видео, ходят и все время разговаривают сами с собой 24 часа в сутки. Все мысли, все свои идеи, вообще весь свой день говоришь самому себе. Так с ума сна, наверное, засадить не можно. Я давно не был в каких-то храмах. Давайте зайдем. Он такой красивый. И Пражский град вовсю там привлекает внимание. Давай, скажи, что нельзя снимать и все такое. Придумал, это бесплатно. 50 крон не хочу платить. Я только что хотел съесть трендельник, эту булочку с сахаром. Но я себе ее не позволил за 60-50 крон. А вход в здание красивое. Как-нибудь в другой раз. Кстати, вот совсем недавно придумали вот этот трендельник, добавлять туда мороженое, сливки. Теперь это стоит не 50, а 120 крон. Все туристы грибут и в журналах пишут о том, что это произвело фурор. Ягуар новый и машина какая-то старая. Такие контрасты повсюду. Вот там трендельник. Вот так он выглядит. Это макет трендельника, а вот там они сами по себе есть. Вот они готовятся. Можно идти и найти, например, диван, если вам нужно. Не перешейте, и у вас будет новый диван. В том году, например, в Либерце, я в другом городе учился, я находил целый комплект посуды из Икеи новый. Пару дней назад я находил пылесос. Но я его не брал, конечно же. Сегодня еще печатная машинка была. Старая, раритетная. Вот тут машинка была. И чтобы вам показать, вот. Она просто грязная. Это только ради вас. Это было не на помойке, а просто стояло возле здания. Люди выставляют нужные вещи. И так можно найти телевизор и микроволновку. А, микроволновку мы сейчас уже находили. Ну, у нас, слава богу, своя есть. Здесь еще ценник есть. 200. Окна нужны. Нажали землю. Наверное, она продавалась в каком-то антиквариате. Поэтому тут ценник. Но сейчас ее уже выкинули, потому что она никому не нужна. Ну, нашелся Денис. Сейчас посмотрим, как Оля отреагирует. Приезжаем, мы, короче, покушаем. А тут что-то происходит. Ой, вы, не все, подони. Мы боимся за наврак, хрубидо улиц. Пошли, поднимите с Анткем и будьте с нами. В Праге живет музыка, они говорят. Это акция. Еще одна из причин, по которым видосы очень редко выходят, это то, что я монтирую еще для одного человека. Его зовут Александр Кондрашов. Российский ютубер. Сейчас заканчиваю для него третий выпуск из Нью-Йорка. До этого монтировал 10 выпусков с Азорских островов. Могу вам показать немного Нью-Йорка. Вот так, еще полистаем, что где-то было интересно на корабле. Вот так, сейчас рендерится этот видос в 4К. 29% рендера, рендерится где-то... Короче, намного дольше, чем наши видосы. Так что, если у вас есть что-то интересное для монтажа, можно обращаться ко мне. Я найду время для вас. Я предлагаю не снимать, но мы снова на выставке. Иолей снимает. Вам, наверное, это уже не будет интересно, просто мы снова на выставке, потому что наша Маша художница. Поживем и Димашу. И вот Маша вводит нас на культурные мероприятия. Короче, давайте 5 секунд по выставке и едем дальше. Я не могу понять, человеки, что в детстве слушали ту же музыку, что я. Мы опять на Галаржу. Это там, где мы были в прошлый раз. Это, на Галару. И здесь играют треки из нашего детства. Видимо, у Чехов было точно такое же детство, как и у нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С этой музыкой чувствуешь себя нахер, я клачу. Просто сейчас включение потому, что сейчас час двадцать ночи, а на улице как будто бы восемь утра. Все куда-то быстренько идут и отдыхают. А еще всем привет, я Оля. Это Денис. Это наш видеоблог. И называется он Now is Good. Сейчас самое время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok